Доброе утро! Все, ничего не получалось. Ребята отыграли в защите, молодцы. Маленьких не шли броски, но это сразу видно, что мы за третью четверсу набрали 7 очков или 6 даже, а за последнюю вообще 0. Не знаю, это просто какая-то повальная неудача, потому что в прошлой игре было точно так же. Сегодня опять не было Стрельцова, что с ним не так? Стрельцова. У него очень уважительная причина, он не заказал майку со шортами и поэтому отсутствовал на игре. Ставите ли вы какие-то у себя задачи на оставшийся сезон? Ну, задачи мы ставили изначально, хотели попасть хотя бы в топ-4, ну не хотя бы, в топ-4, это была наша цепь. Но мы проиграли с относительно слабыми командами много матчей и продолжаем проигрывать с командами посильнее. Все ясно, спасибо большое. Пожалуйста. Доброе утро, поздравляю с победой. Спасибо. Рассказывай, что не получалось в первой половине игры? Ну, мы первую половину, по сути, провалили, то есть вообще не попали в игру, не забили нападений, не отыграли в защите. В результате получили минус 10, в принципе, с командой, с которой мы можем играть и, в принципе, это чувствовалось. Вот, но во второй половине просто разозлились сами на себя, немножко поменяли тактику в защите и, ну, что-то начали забивать нападения, но в результате выиграли. Вы сейчас занимаете 10 место в таблице, ставите ли вы задачу попасть в плей-офф, бороться или как получится? Ну, в принципе, хотелось бы зацепиться за плей-офф, поскольку, когда играешь, всегда хочется ставить какие-то цели, хочется выигрывать, поэтому, в принципе, попасть в восьмерку хотелось бы, а как получится, покажут оставшиеся игры. Ясно, спасибо большое, удачи. Спасибо. Добрый день, поздравляю с победой. Расскажи, какая это победа? Ну, на самом деле, было достаточно тяжело, ребята очень хорошо, ну, упираются в защите физически, с ними трудно играть, очень сильно, ну, много сил тратишь на то, чтобы сделать то, что ты хочешь, довести мяч в нужную точку, там, бросить, открытый бросок получить, поэтому было тяжело, то есть они почти всю игру нас так очень, ну, загоняли, держали тяжело, это было, ну, трудновато. Как оцениваешь игру своей команды? Ну, немножечко не пошел бросок, но в целом ребята все молодцы, то есть сделал каждый то, что должен он делать, и, ну, в принципе, сыграли, ну, достаточно хорошо. Единственное, что было тяжело за счет их нехорошей защиты, вот, поймать бросочек и начать попадать. За счет чего таки выиграли? Ну, упорно делали то, что планировали, доводили мяч до нашего лидера, до Сергея Гайдука, вот, на нем взваивались постоянно, он искал открытых игроков, ребята делали то, что надо, ну, просто давили своей игрой и взяли эту игру. Спасибо большое. И тебе, спасибо. Добрый день, расскажи, как прошел матч? Ну, как и планировали, единственное, что не планировалось, конечно, увидеть на скамейке такое количество людей у себя в команде, вот, но тут где-то болезнь подкосила, где-то семейные обстоятельства, где-то еще что-то, к сожалению, не хватило ресурсов. БГУ победила заслуженность, с огромным перевесом, поздравляем их с победой. Какой настройка подходили к матчу? Знали, что проиграете заранее? Мы знали силу БГУ, мы знали, что будет очень тяжело. Я не знаю, честно, верили ли мы сами в победу, но настраивались на игру, мы хотели дать бой. Скажи, матч был принципиальным, ведь еще в четвертом дивизионе вы были главными фаворитами. Блин, в связи с той ситуацией, которая сейчас получилась в дивизионе, уже не такой принципиальный матч. Если бы к этому матчу удалось подойти реально в полных кондициях и без глупых поражений, я думаю, тогда бы интрига была совсем другая, а настрой был другой. А сегодня имеем, что имеем, это как Локомотив и Динамо Минск в хоккей. БГУ, по-твоему, самая сильная команда в дивизионе? Да, однозначно. Эта команда сильнейшая в дивизионе, и они должны быть на первом месте. Именно эта команда. Всего большое, удачи. Добрый день. Расскажи, как прошла игра. Ну, игра прошла тяжело, тяжело. Даже могу по себе сказать, что просто не хватило сил в некоторых моментах, а даже просто забить из-под кольца, вот и все. Что можешь сказать о сопернике? Ну, что сопернике могу сказать? Могу сказать, что в целом, что они играли плохо. Пусть они это знают. В целом, они не бежали, стояли, ходили пешком. Ну, другое дело, что мы, как бы, абсолютно немощные, и не можем их обыграть. А так, они играли, ну, реально плохо. Пусть они это знают. Пусть они обижаются на меня. Я думаю, они сами все знают. В прошлом интервью твой коллега сказал, что вы уже поставили крест на сезоне, и планируете что-то на новый сезон. Ты согласен с ним? Нет, я не согласен. Я борюсь за чемпионство до конца. Пока есть любой шанс, я должен его использовать. Спасибо большое. Добрый день. Поздравляю вас с победой. Расскажи, как прошел матч? Матч? На встречных курсах. Что ты можешь сказать о соперниках? Великолепно играют ребята в защите. В атаке тоже очень было тяжело против них. Мы еле-еле справились, так как у нас было 6 человек. Очень тяжело было играть. Трешки не летели. Вот такие у нас есть юмористы в команде, очень хорошие. Это главный снайпер чемпионата был. Вот ваш соперник только что сказал, что вы очень плохо сыграли. Ты что в своей команде можешь сказать? Мы? Мы сыграли на своем великолепном уровне. Мы всегда так играем. Очень слаженно, очень сильно в защите мы сыграли. А, мы сыграли, он сказал? Да. Да, мы плохо сыграли. Но нам было достаточно этого, чтобы их победить. Скажи, что происходит в составе? Как вы боретесь с тем, что очень многих нет? Вы поломаны, заболевшие? Мы изо всех сил пытаемся нас убирать 5 человек на каждую игру. Вот так и боремся с этим. Ну, пытаемся, конечно, привлечь еще кого-то, потому что много травмированных сейчас у нас. До дедлайна задача хотя бы каких-нибудь трех игроков более-менее хороших приобрести. Иначе в плей-офф нам будет очень тяжело. Если мы, конечно, туда попадем. С БГУ когда планируете сыграть? Тут такой вопрос, что надо бы как бы сыграть с ними на разных неделях. Потому что если у нас будет играть в БГУ в субботу, а следующая игра в воскресенье, то мы просто до воскресенья можем не дожить полкоманды с нашими физическими кондициями и недостаточным количеством людей в составе. Ясно. Спасибо большое. Добрый день. Расскажи, какие эмоции после матча? Ну, конечно, плохие. Мы же проиграли. Но мы сражались достойно. Как бы минус 13 с одной из лучших команд дивизиона, еще в пятером. Ну, в принципе, я нашей игрой доволен. Твоей конкретной игрой ты доволен? Не совсем. То есть, ну, я забил 18 очков, но я промазал много свободных бросков и сделал много потерь. Я мог сыграть намного лучше. Чего все-таки не хватило вашей команде? Наверное, просто это попадание. Мы промазали несколько свободных бросков, которые помогли бы нам догнать. Но, к сожалению, удача отвернулась от нас сегодня. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый день. Поздравляю с победой. Спасибо. Расскажи, победа далась легко? Ну, неоднозначный матч. Мы чувствовалось, что были сильнее. У нас команда более атлетичная, более сильная. Но почему-то как-то у нас не пошла игра в плане. Очень много промазали из-под кольца. Ну, все равно, несмотря на это, мы победили. Это хорошо, отлично. Что можешь сказать о сопернике? А, ну, команда молодая, бегущая. И главное оружие их – это бросок. Ну, сегодня что-то у них не пошло. Надеюсь, это благодаря нашей мощной защите. И мы их сдержали в этом компоненте. Есть в планах игра в плей-офф? Ну, я думаю, мы должны пройти. Так что, конечно, есть. Настроены бороться за чемпионство? Конечно же. Что за команда, которая не хочет победить? На всякий случай хочу, пока есть возможность, поздравить Константина Коскова. У него было вчера 25 лет. Все, его с юбилеем. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое.